привет всем кто смотрит это видео сегодня я буду разбирать двигатель от питбайка заодно протестирую подставку для разборки движка которую я сделал в прошлый раз давайте начинать разбирать сегодня я буду вот этот двигатель это 50 кубов его маркировка 139 fmb его предыстория мне вообще неизвестно то есть в каком он сейчас состоянии будет понятно только в процессе его разборки ясно только что у него уже каких-то частей не хватает крышка генератора разбита и так далее я решил собрать из него полностью рабочий двигатель себе так сказать в запас получится ли это сделать у меня сегодня в этом видео я пока не знаю может быть понадобятся какие-то запчасти которых у меня нет но и при разборке будут некоторые интересные моменты на которых я подробно остановлюсь это моменты по разборке и дефектовки движка а а а а а а а а а я решил начать разборку с левой стороны со стороны генератора потому что это самое простое место должны быть четыре винта из них остался только один крышка полностью разбита сейчас посмотрим что здесь происходит здесь треснувший датчик треснувшая крышка на ней закреплен статор крышку придется менять отсутствует гайка вот здесь коленвал у нас не прокручивается не делает полный оборот как будто бы застревает где-то в самом верху возможно это либо гнутые клапана либо они просто открыты и абсолютно точно не работает обгонная муфта она должна в одну сторону вращаться в другую сторону не вращаться снимаем колокол снимается колокол с помощью специального съемника и двух ключей накручиваем обязательно до упора снялся легко здесь не было затянута гайка она вообще отсутствовала обгонная муфта чувствует себя великолепно полностью заржавела и отсутствуют цилиндрики внутри механизме ее придется менять снимаем полностью механизм электростартера верхнюю и нижнюю звезду откручиваем вот этот ограничитель и откручиваем вот этот шестигранник который держит копирный вал коробки советую все снятые детали класть в свои же крышки и точно также болты чтобы не потерять болты или детали и не запутаться потом что откуда было снято с этой стороной все переходим на правую сторону и перед этим нужно будет слить масло если у вас точно такой же двигатель или без электростартера и вы ремонтируете коробку передач то снимать весь этот механизм с колоколом не нужно это лишняя работа а если у вас двигатель с нижним электростартером либо планируется замена коленвала то тогда весь этот механизм электростартера и колокол нужно будет снять потому что крышка имеет вот такую же форму и вот эта часть нижнего электростартера закрывает болт который стягивает половинки картера до него вы иначе просто не доберетесь так теперь я солью с движка масла здесь голова на 17 очень много стружки грязи и еще один момент вот этот болт с головой на 14 трогать вообще не нужно для слива масла 17 башка и вот этот болт ну ладно пусть понемногу сливается что-то его там совсем немного болты я положу в эту же крышку потом это все нужно будет помыть перед установкой обратно чтобы снять вот эту шестеренку потребуется специальный инструмент для снятия стопорных колец сейчас покажу как обойтись без него нужно будет тонкая узкая отвертка с ее помощью стопорное кольцо немножко отгибается и накидывается сверху и так делается поочередно в каждом пазу пока все кольцо не выйдет из своей проточки вот уже почти все делать это нужно очень осторожно потому что кольцо легко сломать или разогнуть лучше все-таки воспользоваться специнструментом ну а вот и удобная функция этой подставки о которой я говорил еще в прошлый раз так ну а сейчас пришло время снять голову и цилиндр и посмотреть что там с поршневой а 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 ответ на то почему же не прокручивался коленвал он просто упирался изнутри в голову и так последний этап это разборка картера как правило он очень плохо отходит если двигатель не разбирался да и вообще в принципе прокладка довольно таки сильно прилипает к металлу поэтому для его разборки по нему можно легко постучать резиновым молотком для того чтобы половинки немножко разошлись и разъединились после этого после того как они разошлись нужно аккуратными движениями эти половинки друг от друга отделить вот на этом моменте нужно остановиться сейчас покажу почему половинки у нас практически полностью разъединились на правой стороне остается один момент вот этот фиксатор передачи фиксатор копирного вала и механизм переключения передач вот этот вал с вилкой нужно будет снять делается следующим образом отгибается фиксатор отгибается эта же вилка и копирный вал нужно продвинуть внутрь после этого немножко растянуть половинки и по щелчку вал переключения передач в принципе уже можно вытащить ну а после этого окончательно разбираем половинки достаем из картера коробку передач для того чтобы снять коленвал нужно открутить вот эту крышку и снять отсюда цепь грм как обычно с этим местом возникают некоторые проблемы и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 коленчатый вал чувствует себя нормально шатун вращается без закусываний подшипники в хорошем состоянии но вот поршень если обратить внимание вот на эти продольные риски это свидетельствует об износе а также нужно обращать внимание на кольца кольца уже потеряли свою упругость и имеют большой износ по ширине здесь это видно то же самое по поводу цилиндра вот эти характерные глубокие продольные риски и выработка по границе верхнего компрессионного кольца поршневую полностью в сборе нужно поменять по картеру тоже есть пара моментов нужно чтобы плоскости прилегания были целые плоские ровные и чтобы нигде не было трещин но особенно вот в этих местах где запрессованы подшипники бывает что трещина идет прямо от одного посадочного места к другому и это легко просмотреть по некоторым другим деталям я приложу просто фотографии различные этапы сборки двигателя я покажу немного позже на примере этого движка или каких-то других потому что для разных движков эти этапы примерно одинаковые если есть какие-то вопросы задавайте в комментариях а на этом все пока